так ну что всем привет кажется я уже должна быть в эфире вот если меня видно если не слышно если все хорошо то можно писать мне в чатике вот написать как у вас дела вообще вот откуда вы меня нашли вычислили вот может быть здесь мои студенты может быть есть кто-то совсем незнакомый вот поэтому давайте с вами немножко познакомимся меня зовут кристина я преподаю английский очень его люблю и готовлю книга вот сегодня мы с вами наши трансляции поговорим о вопросах вот потому что созрел вопрос о вопросах вот такой вот ужасный каламбур и мы с вами поговорим о вопросах да как о грамматической теме вот поговорим о разных видах о том какая грамматика у нас с вами какой такой обобщенный принцип для вопросов в английском вообще существует ну и я расскажу вам немножко секретиков которые связаны с разговорным английским с тем что мы можем делать неформальных ситуациях я уверена что всем школе ну вот где-то в начальных классах учительница говорила следующее вот в русском языке мы можем просто задать вопрос интонационно да то есть мы например можем сказать ты пошел в школу это утверждение да а потом можем сказать ты пошел в школу это будет уже вопрос или ты пошел в школу да или ты пошел или поехал в школу и получается что только благодаря интонации мы с вами можем превратить утверждение в вопрос, и нам очень часто говорят, что в английском так нельзя, там строгий порядок слов, всегда нужно все это соблюдать, и в английском не работает просто интонация. Ну вот, мы с вами сегодня об этом тоже поговорим, спойлер, в английском тоже так можно, вот, но я вам покажу. Итак, хорошо, все замечательно по звуку, чудесно, 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 спасибо за комплимент, Родя. Так, ну что, мы с вами начнем с таких прямо essentials, да, самых очевидных штук, но тем не менее никогда не мешает повторить, потому что у нас с вами с вопросами связано целое задание, да, это задание 2 в части speaking, в части говорения, где нам с вами нужно задать 4 вопроса, да, и обязательно они должны быть грамматически верными, поэтому мы с вами должны очень хорошо ориентироваться в самых разнообразных вопросах. Начинаем мы с вами с general questions, или они еще называются yes or no questions, это у нас общие вопросы, что вообще такое общий вопрос? Общий вопрос это вопрос, на который можно ответить да или нет, да, ты любишь Егора Крида? Да, ты, не знаю, ешь смородину? Нет, это у нас с вами общие вопросы, потому что я могу ответить кратко, да, yes or no. Для них работает одно очень простое правило, для того, чтобы сформулировать, для того, чтобы задать general question, вам нужно вначале вынести вспомогательный глагол. Давайте с вами тоже вспомним, какие у нас бывают вспомогательные глаголы. Если это какая-то перфектная форма, да, например, present perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continuous, то мы с вами вначале будем выносить have, да, либо has, если мы говорим, например, has she, has he, has it и так далее, либо если это какой-то прошедший перфект, то у нас вообще будет had, да, на первом месте. Если это у нас с вами present simple, то это do does, да, если past simple, то это did, если это какое-то будущее время, то всегда, в любом будущем времени мы вначале будем выносить с вами well, для того, чтобы задать общий вопрос, ну и в тех случаях, когда у нас с вами есть глагол to be, да, мы будем вначале выносить его, для того, чтобы задать вопрос. Напоминаю вам, что глагол to be у нас с вами используется тогда, когда нет основного глагола, да, ну то есть, например, мы с вами говорим я студентка, да, в русском языке мы просто ставим местоимение существительное, в английском всегда должен быть глагол, обязательно, поэтому мы как бы искусственно, да, между вот этими двумя словечками I и студент, да, мы вставляем как бы искусственно глагол to be в нужной форме, получается I am, да, ну и здесь у нас с вами еще артикль I am a student, ну, надеюсь, что логика понятна. Вот, поэтому все очень просто, да, мы выносим какую-то вот такую грамматическую часть речи, обратите внимание, все глаголы эти вспомогательные, что это означает? Exiliary verbs, вспомогательные глаголы, это те глаголы, которые не имеют никакого перевода, да, мы же с вами не говорим иметь ты видел ее новый пост, да, мы с вами не переводим have, мы с вами не переводим а, да, вот в этих примерах и так далее, то есть все эти глаголы, они нужны просто потому, что так придумали грамматику, и если вы вдруг забываете, да, например, как там построить вопрос present perfect, вам нужно найти словечко, которое нужно только для грамматики, в котором нет никакого смысла, да, которое никак не переводится, и вынести его на первое место, вот, если у вас есть сложность с вопросами, да, именно с построением вопросов, что там на каком месте очень сложно, то я всегда советую делать утверждение, да, то есть сначала писать утвердительное предложение, и потом уже переделывать его в вопрос, так обычно гораздо легче, ну, например, наш с вами первый вопрос, да, он в present perfect, видел ли ты ее новый пост, да, она выложила фотку, просто пушка-бомба, вопрос в present perfect, да, have you seen her new post? Если вы все помните, да, если все суперодлительно, то вы просто в голове у вас, да, сидит то, что have, это вспомогательный глагол, его нужно вынести на первое место. Если для вас это сложненько, то что вы делаете? Вы формулируете утверждение, да, я видел ее новый пост, да, и что? Вы сформулировали? I have seen her new post, да, ну, в утверждениях обычно ориентироваться гораздо легче, да, потому что у нас с вами подлежащее, потом сказуемое, это нам вдалбливают прям с первого класса в голову, да, что строгий порядок слов, предложений, вот, поэтому утверждение, в принципе, всегда построить легко, ну, и потом мы с вами берем этот have, выносим на первое место, все остальное оставляем точно так же, да, и получается have you seen her new post, да, ну, местоимение мы с вами поменяли. Дальше, are you ready for the ride? Готов прокатиться, готов к нашей поездке или прогулке, да, so, здесь у нас с вами как раз-таки вспомогательным будет глагол to be, да, почему? Потому что, опять-таки, мы искусственно вставляем в предложение какой-то глагол, да, то есть мы говорим, например, ты готов, да, вот у нас с вами you, это ты, готов, это ready, да, и ready в английском это у нас с вами прилагательное, а нам нужно, чтобы был всегда глагол в английском предложении, поэтому мы искусственно вставляем глагол to be, да, он помогает, он вспомогательный, вот, ну и то же самое, да, утверждение это you are ready for the night, только у меня здесь получилось почему-то поездка сменилась на ночь, на вечер, но неважно, да, в любом случае глагол to be, он с вами никак не переводится, мы его выносим на первое место. Дальше, did they see you, они тебя видели, да, какой-нибудь шпионский боевик, они тебя видели, что мы с вами делаем? Опять делаем утверждение, да, конструируем утверждение, да, и saw me, да, они меня видели, ну вот здесь, видите, уже посложнее, да, здесь нужно вспомнить, что мы используем did, вынести его на первое место, да, и так как у нас с вами здесь did, он уже показывает, что это прошедшее время, вот здесь у нас с вами будет глагол в первой форме, да, то есть обратите внимание, что точно так же, как, например, когда мы спрашиваем, например, does, да, например, does she like you, нам с вами вот здесь не нужно окончание s, да, потому что уже в слове does оно есть. Точно так же и здесь, когда мы спрашиваем, видели ли они тебя в past simple, нам здесь не нужна вторая форма, да, мы будем использовать первую форму, потому что в did уже есть прошедшись, да, did это вторая форма do. Если вы меня понимаете, то можно какой-нибудь плюсик, вот, лапкой тыкнуть в чатик, чтобы я понимала, что все хорошо. Ну и последний у нас с вами вопрос, will, да, will you do it for me? Сделаешь ты, сделаешь ли ты это для меня, да, сделаешь это для меня? Тоже мы с вами можем построить утверждение, I will do it for you, да, я сделаю это для тебя, и опять находим словечко, которое грамматически, которое нужно только для грамматики, да, у которого нет своего перевода, которое ничего не означает, вот оно, наше will, и мы его вынесли на первое место, да, will you do it for me? Вот, вообще все вопросы в любых временах, да, они очень хорошо отрабатываются, то есть их просто нужно, ну, научиться как бы составлять, и когда вы сделаете 2, 3, 4, 5 упражнений, ваш мозг уже запомнит, и будет уже как бы, ну, с лету, с ходу, да, on the spot, он уже может ориентироваться и быстренько составлять правильные вопросы. То, что касается ЕГЭ, вот второго задания, да, сразу же дам вам совет, прокомментирую, когда вам нужно задать вопрос, смотрите, во-первых, не накручивайте, да, не задавайте какие-то суперсложные вопросы, если можно задать какой-то легкий вопрос, да, ну, например, how much is the course, да, at your art school? Сколько стоит курс в вашей школе художеств, да, в вашей школе искусств? Не нужно спрашивать, да, сколько мне нужно заплатить, how much should I pay to join, например, your course at your art school? То есть, видите, если есть какой-то вариант спросить быстро, коротко и не ошибиться, то, конечно, используйте его, да, не нужно стремиться задавать сложные вопросы или разнообразные вопросы, такого критерия вообще нет, ваша главная задача задать верные вопросы, да, ну, и это задание у нас в ЕГЭ существует достаточно долго, достаточно давно, поэтому все вопросы уже давно как бы изучены, да, вот, и можно найти подборки, да, как спрашивать про location, как спрашивать про discounts, про скидки, etc, etc, ну, и так далее, и так далее, вот, и не забывайте, да, что у вас 20 секунд для того, чтобы задать вопрос, кажется, что это мало, но на самом деле это, в принципе, ну, нормально, то есть не спешите сразу же начинать говорить, продумайте, построите вопрос в голове, это недолго, и потом уже говорите его на английском, да, для того, чтобы не было такого, что вы ошиблись, начали говорить заново, время закончилось или что-то такое, да, сначала думаем, потом говорим, эта схема, эта тактика всегда работает. Дальше у нас с вами идут WH questions, называются они в грамматике английского, мы их с вами называем специальные вопросы, почему они WH, потому что специальные вопросы все начинаются с вопросительных слов, да, которые как раз-таки начинаются с WH, ну, и здесь все абсолютно точно так же, да, то есть мы с вами берем наш общий вопрос, а еще в начало ставим вопросительное слово, да, ну, и давайте с вами посмотрим, какие у нас они есть, who, кто, да, или с кем, например, who were you talking to, да, с кем ты говорил, who это может быть и кто, и с кем, what, это у нас с вами что-либо какой, which, какой, where, где, when, когда, how, как, каким образом, why, почему, how many, how much, сколько, помним, да, how many мы используем с исчисляемыми существительными, которые можно посчитать, да, тарелки, столы, книги и так далее, how much используем с вами с неисчисляемыми, с uncountable nouns, которые посчитать нельзя, ну, там, например, песок, да, перец, мука, вот это вот все будет how much, да, например, how much flour do you need, сколько тебе нужно муки, ну, и последнее это у нас с вами whose, который, вот почему-то с whose очень всегда много проблем, но whose в английском работает точно так же, как и в русском, да, ну, например, чей жакет, например, да, чья куртка сейчас на тебе, да, мы спросим whose jacket are you wearing right now, да, то есть мы спрашиваем чей, потом существительное какое-то, да, ну, чей кто, там, чей дядя, чья куртка, чья рубашка и так далее, и потом наш вопрос, как всегда, то есть никаких осложнений, никаких изменений здесь нет, ну, и давайте с вами тоже посмотрим, да, несколько вариантов, say, why are you late, да, почему ты опоздал, это у нас с вами что, это у нас с вами WH question в present simple с глаголом to be, да, опять, ты опоздал, да, you late, late у нас в английском, это прилагательное тоже, да, это не глагол, обратите внимание, это прилагательное, то есть, вот, и опять-таки для того, чтобы было нормальное предложение в английском мы искусственно, да, вставляем глагол to be, you are late, для того, чтобы сделать из утвердительного нашего предложения you are late вопрос, мы что, мы сначала выносим are на первое место, а потом добавляем наше вопросительное слово, в данном случае это у нас why, да, ну, и вот получилось, why are you late, да, вот, все очень легко, how can I help, да, как я могу помочь, тоже утверждение у нас с вами, I can help, да, вынесли can на первое место, потом добавили еще how, да, получилось, how can I help, ну, и последнее, where have we met before, да, где мы прежде встречались, где мы до этого виделись, тоже, вот он, наше, вот оно наше предложение в present perfect, да, опять ищем что-то, что только грамматически нужно, да, какое-то словечко, у которого нет перевода, нет никакого лексического значения, это have, вынесли have на первое место и потом еще добавили наше вопросительное слово, получилось where have we met before, да, где мы до этого встречались, все очень просто и еще раз повторюсь, что вопросы, это вот та часть языка, одна из немногих, которую можно просто натренировать, да, просто прорешать, там, 10, 20, 15 упражнений в зависимости от того, ну, насколько вы быстро все схватываете, да, и это в голове усядется, ну, теперь такой, да, немножко с вами повеселимся, чуть-чуть развлечемся, это у нас с вами твит про ужас и взрослой жизни, про то, что на самом деле такое adulthood, да, вот именно быть взрослым, и здесь я закрыла серенькими плашками вспомогательные глаголы, да, давайте с вами посмотрим, о чем пишет Изабель, вот, и что скрывается под моими серенькими табличками, и что бы вы туда вставили, say, начинает Изабель у нас с вами ругаться из-за ковров, да, она говорит, почему, блин, ковры такие дорогие, да, why rocks so expensive, что мы с вами сюда вставим, ну, и дальше она говорит, pillows, а подушки, да, а шторы, curtains, почему все такое дорогое, ага, yeah, alright, say, just type your answer in the chat box, да, просто пишем свой ответ в чатике, и я его комментирую, смотрите, сразу же с вами повторим времена, да, какое здесь время, у нас с вами время, у нас с вами, конечно, present simple, да, потому что это, как бы, такие состояния, да, в настоящем времени, да, что, ну, все дорого, ковры дорогие, подушки дорогие, шторы дорогие, да, жизнь дорогая, про все это мы с вами будем говорить в present simple, да, и сюда мы с вами ставим, конечно же, are, да, потому что у нас с вами rugs во множественном числе, ковры, значит, глагол to be вспомогательный ставим в соответствующую форму, why are rugs so expensive, pillows, curtains, alright, угу, угу, идем с вами дальше, дальше Забыли возмущается тоже, я ее просто, I feel her, я ее очень хорошо понимаю, дальше она говорит, почему мусорка наполняется так быстро, да, я не успела вынести, блин, мусор, и снова куча там, say, why the trash can fill up so fast, да, почему, trash can, это у нас с вами что, trash can, это у нас с вами как раз таки мусорка, is, is, nope, nope, no, не совсем, обратите внимание, что у нас с вами здесь, так, давайте вместе разберемся, trash can, это у нас с вами мусорка, fill up, это наполняться, да, fill up, это наполняться, up, да, у нас же есть значение вверх, вот здесь и есть, fill up, да, то есть растет вот эта кучка, и смотрите, здесь у нас с вами есть смысловой глагол, да, здесь у нас с вами есть смысловой глагол, значит, мы что, конечно, мы будем ставить не глагол to be, напоминаю, глагол to be мы используем только тогда, когда нет нормального глагола, да, ну, то есть нет глагола, там, я не знаю, сидеть, лежать, есть, вздыхать, пинать, да, то есть вот это, когда нет смыслового глагола, только тогда будет тебе, а тут-то вот он есть, да, fill up, наполняться, поэтому, конечно, дальше мы с вами поставим does, why does the trash can fill up so fast, еще раз, да, есть смысловой глагол fill up, поэтому мы с вами ставим does, trash can это it, значит, ставим does, и идем с вами дальше, why I have to clean my kitchen so much, почему мне постоянно, да, почему так часто мне приходится убирать свою кухню, здесь обратите внимание, уже полумодальный глагол have to, но он тоже, да, абсолютно верно, он тоже используется у нас с вами с do, да, why do I have to clean my kitchen so much, да, или, например, why do we have to wear a uniform, почему нам нужно носить там какую-то униформу, например, на работе, да, come on, мы программисты, например, какая вообще, черт возьми, униформа, да, это все будет why do we have, why does she have, да, например, и так далее, и так далее, идем дальше, ну и последнее, да, уже прямо вообще крик души у Изабель, where the fuck, all this dust coming from, откуда, да, черт побери, берется вся эта пыль, откуда приходит вся эта пыль вообще, которую я каждый день vacuum, да, пылесосом убираю, подметаю, и так далее, и тому подобное, обратите внимание, да, здесь вам нужно тоже посмотреть на глагольную форму, на то, какой глагол вы видите перед собой, для того, чтобы верно подставить вспомогательный глагол, слой, глагол у нас с вами вот, да, coming from, coming from, что это означает, что вспомогательный глагол будет какой? was, ага, Kate, alright, а почему здесь прошедшее время? она же не говорит, откуда вся эта пыль бралась, она же сейчас возмущается, да, ой, смотри, это не герундий, это что такое? это какое-то время continuous, да, и здесь у нас с вами должно быть is, where the fuck is all this dust coming from? да, то есть, ну, смотрите, те, кто у меня не учатся, можете про это почитать, да, те, кто у меня учатся, мои студенты, мы с вами об этом говорили, что present continuous используется у нас с вами для чего-то раздражающего, да, что происходит снова и снова, например, я могу сказать it's raining in St. Pee all the time, да, в Питере постоянно идет дождь, я буду использовать present continuous, да, it is raining all the time, здесь то же самое, да, ее это бесит, поэтому она свое раздражение выражает через present continuous, да, что постоянно я пропылесосил, и вот снова это пыль, да, один день прошел, и все, и снова это пыль, поэтому здесь present continuous, да, Роди, обрати внимание, герундий, он не может идти без всего, да, то есть герундий идет после какого-то другого глагола, да, ну, если это непонятно, то напиши мне в личку, мы с тобой это еще обсудим. В общем, здесь у нас с вами is, я надеюсь, что здесь все понятно. Дальше, в вопросе к вам еще один, что вот здесь скрывается под вот этим значком apostrophe d, что это за сокращение, как будет звучать полный вопрос, how do you sleep last night? Great, I got a full 40 minutes, да, итак, пока не буду переводить, чтобы посмотреть ваш ответ, потом переведу, итак, Сой, как полностью написать, да, без сокращения, без апострофа, как полностью написать how что? How, угу-гу-гу, sleep last night. Ага, Kate, yep, exactly, абсолютно верно, здесь у нас с вами how'd, да, это how did, yep. How did you sleep last night? Как тебе сегодня спалось? Да, ну, last night, прошлой ночью, но это имеется в виду, как бы, в нашем понимании, да, это сегодня, то есть, как тебе сегодня спалось? Ну, и ответ у нас с вами, да, да, просто замечательно, целых 40 минут. I got a full 40 minutes. All right, хорошо. Это у нас с вами что? Это у нас с вами как раз-таки WH question, да, в past simple. Мы спрашиваем, сначала ставим наше вопросительное слово how, потом вспомогательный глагол did, ну, и потом уже все там, все по плану. Теперь еще вам хочу показать парочку приколов, так как сейчас иностранный тикток недоступен, поэтому я в инстаграме ищу всякие видосики. Вот, сейчас вам покажу, и мы с вами тоже обсудим, что здесь, какие вопросы, да, в этих видео у нас с вами. Ну, и надеюсь, что вы посмеете чуть-чуть, сэй. Итак, первое наше видео. Давайте еще разок. Вот, ну, теперь давайте посмотрим, что за видео, да, что здесь вообще подразумевается. Все спрашивают, да, сколько ты времени проводишь, тегая своих друзей в каких-то мемах? Ну, то же самое, что, типа, сколько времени у тебя уходит на то, чтобы разослать всякие смешные приколы, мемы, тиктоки своим друзьям, да, и я отвечаю, да, сейчас давайте еще раз послушаем, я забыла, что он там говорил, точно. Иногда до 10 вечера, иногда до 6 вечера, all the time, да, постоянно я скидываю мемы тиктоки своим друзьям. Вот, обратите внимание, здесь у нас с вами что? Специальный вопрос, да, how much time do you spend? Сначала у нас идет вопросительное слово, how much time? Время, это у нас с вами неисчисляемое существительное, да, мы не можем сказать одно время, два времени, три времени, так не работает, поэтому мы должны использовать how much, да, how much time, и после вопросительного слова у нас с вами идет do, да, do это вспомогательный глагол для present simple, how much time do you spend tagging your friends in memes? Вот, и обратите внимание, что это классический present simple, да, тоже по ходу с временами вас знакомлю, знакомлю, напоминаю вам, классический present simple, да, она отвечает, что, типа, каждый день, да, я до 6 этим занимаюсь, да, это рутина, вот она регулярная, что это постоянно происходит, классический present simple, да, how much time do you spend? Итак, и еще одно видео, давайте тоже на него глянем. Сейчас еще раз его включим с вами. Where is it? Ну и давайте с вами остановим, вот, чтобы мы могли обсудить, да, здесь у нас с вами тоже вопрос, да, давайте посмотрим me, why is my wood feel always so high? Почему мой счет за воду всегда такой высокий, да, почему я плачу миллион денег за воду, да, meantime, в это же время me in the shower, да, чем я занимаюсь в душе. Вот, обратите внимание, да, тоже у нас с вами специальный вопрос, why, да, сначала поставили вопросительное слово, потом у нас с вами идет вспомогательный глагол to be, потом идет подлежащее, ну и все остальное, да, слово bill, это у нас с вами счета, да, например, может быть electricity bill, да, счет за электричество, gas bill, за газ, за воду, вот это вот все называется словом bill в английском языке, и тоже, да, вот у вас была ошибка, что вы вместо, что вы вместо is поставили, вместо does поставили is, да, давайте здесь разберемся, почему is, у нас с вами тоже, да, какая ситуация, my water bill, да, is high, мои счета за воду большие, ну, крупные, высокие, неважно, да, как мы переводим, у нас с вами есть подлежащее, my water bill, и есть прилагательное, да, high, у нас нет глагола, поэтому мы искусственно вставляем глагол, my water bill is high, да, то есть мой счет за воду является высоким, вот в таких ситуациях, когда нет смыслового глагола, да, есть, спать, зевать, ходить, нажимать, в этом случае нам нужен глагол to be, и это как раз-таки тот самый верный случай, и так, давайте с вами это выключаем и идем дальше, ага, say, теперь давайте с вами быстренько поговорим про вопрос к подлежащему, что это такое, это тоже такая, ну, немножко гаденькая тема, но для ЕГЭ она очень-очень важна, вопрос к подлежащему, во-первых, что такое вопрос к подлежащему, вопрос к подлежащему, это когда нет подлежащего, да, ну, например, я у вас спрашиваю, кто любит английский, да, как понять, что это вопрос к подлежащему, что нужно сделать, нужно опять построить утверждение, да, и посмотреть, как мы будем строить это утверждение, ну, смотрите, я у вас спрашиваю, да, например, ну, вот, ладно, давайте вот этот пример у нас с вами, who likes twilight, кому нравятся сумерки, да, я у вас спросила, кому нравятся сумерки, как мы будем отвечать, например, Маше нравятся сумерки, да, то есть Маша любит сумерки, Кристина любит сумерки, все любят сумерки, да, люди любят сумерки и так далее, и так далее, то есть смотрите, наш ответ на это предложение, он встает на первое место, да, то есть мы, например, говорим, да, там, Кристина любит сумерки, это просто отдельное предложение, это священная истина просто, вот смотрите, мой ответ, да, это Кристина или люди, или там, не знаю, все подростки или все пожилые люди, в общем, ответ встает на первое место в предложении, а что всегда стоит на первом месте в предложении? Подлежащие, да, поэтому это вопрос к подлежащему, то есть у нас не хватает деятеля, да, у нас не хватает информации, кто это делает, и вот в этих вопросах, да, в чем их особенность и такая небольшая гадкость, что в вопросах к подлежащему, в present simple и в past simple нам не нужны вспомогательные глаголы, то есть мы не используем do или did, ну и, соответственно, does тоже, да, например, вы хотите узнать, кто приготовил борщ, да, в прошедшем времени, и вы должны создать вопрос, да, построить вопрос. По как бы классической схеме, да, мы с вами поставили вопросительное слово, вспомогательные глаголы, все остальное, но это будет неверно, это неправильно. Для того, чтобы задать вопрос к подлежащему в past simple, вам нужно просто поставить who и вторую форму глагола, да, то есть в нашем случае это who cooked the borscht, да, или суперчастый вопрос, который, я думаю, все вы видели, что случилось, мы говорим what happened, да, мы не говорим what did... I'm sorry, так, я случайно закрыла динамик, вот, читаю чатик с телефона, скажите мне, пожалуйста, откуда нужно повторить, ну, давайте с борща, наверное, да, кто приготовил борщ, мы будем отвечать, бабушка приготовила борщ, мама, я приготовила борщ, вопрос к подлежащему, да, вопрос к подлежащему, значит, что? Значит, мы с вами не как обычно ставим вопросительное слово, потом вспомогательный глагол, мы с вами просто ставим who, а потом сразу ставим вторую форму глагола, who cooked the borscht, да, или очень частый вопрос, что случилось, да, мы говорим what happened, мы не говорим what did happen, да, вот это такая особенность английского, да, если, например, мы, там, не знаю, смотрим какую-то любовную мелодраму на английском, и там какой-нибудь невероятно красивый парень говорит, кто тебя обидел, как он это скажет? Он скажет who hurt you, да, он не скажет who did что-то там, он скажет who hurt you, он поставит who, и потом сразу же глагол во второй своей форме, да, то есть did здесь не нужен, did здесь не нужен, вот, ну, и то же самое работает в present simple, да, только здесь еще нужно запомнить, что мы добавляем к глаголу окончание s, то есть как бы у нас с вами в present simple who это то же самое, что she, he или it, да, то есть мы будем говорить who goes to school, да, who likes twilight, кому нравятся сумерки, да, например, who loves mama, да, кто любит маму, кто любит маму, ставим лайк на трансляцию, вот это все у нас с вами будут вопросы к подлежащему, и тоже, если вы скажете who does like twilight, это грубейшая грамматическая ошибка, если вы скажете, да, who does love mama, тоже грамматическая ошибка, ну, и давайте чисто так, чтобы закрепить, давайте с вами переведем такой насущный вопрос на английский, у кого все еще есть инстаграм, у кого все еще есть инстаграм, это у нас с вами тоже вопрос к подлежащему, да, почему, потому что мы будем говорить, я все еще имею инстаграм, да, то есть как бы она все еще имеет инстаграм, но я сразу же говорю как по-английски, да, то есть через глагол have, say, давайте с вами переведем на английский, у кого все еще есть инстаграм, ага, так, жду чуть-чуть ваши ответики, Ага, say, who still uses the инстаграм? All right, Родя, да, все хорошо, ты немножко поменял предложение, да, ты спросил, кто все еще пользуется, да, ну, дословный перевод моего предложения, это было бы who still has инстаграм, да, и артикль the мы с вами не используем, в социальными сетями мы не используем артикли, да, мы говорим, например, you can follow me on insta, да, you can find me on vk, никаких артиклей не нужно, поэтому, да, вопрос либо who still uses, who still uses инстаграм, либо who still has инстаграм, say, остальные, я надеюсь, что просто постеснялись, но если вдруг вам непонятно, то вы спросите, пожалуйста, я вам объясню, и теперь последний, да, пунктик здесь, давайте с вами сравним, два вопроса, say, who did you phone? и who found you? это два вопроса, которые никогда не нужно путать, в первом случае, как вы переведете первый вопрос, who did you phone? здесь у нас с вами есть did, да, здесь есть подлежащее, ты, вот оно, да, это подлежащее, значит, это вопрос не к подлежащему, это обычный вопрос, значит, мы его с вами как переведем, who did you phone? кому ты звонил, да, то есть вот здесь, who, yeah, all right, exactly, brilliant, да, мы будем переводить как кому, who did you phone? кому ты позвонил, а вот второй вопрос, who phoned you? да, здесь у нас уже нет did, yep, у нас уже здесь нет did, поэтому это что? это как раз-таки вопрос к подлежащему, видим, да, вторая форма глагола phone, значит, что? значит, кто тебе звонил, да, ну или кто позвонил тебе, да, Карина абсолютно верна, все замечательно, say, the first one, это у нас с вами кому ты позвонил, второй, это у нас с вами кто позвонил тебе, who phoned you, да, вот в этом не путайтесь, всегда смотрите, есть у вас подлежащее или нет, да, от этого будет зависеть уже грамматика, ну, а что, еще для таких запоминалок, да, если вдруг на ЕГЭ вы чувствуете, что, блин, все из головы вылетело, вот таких два примера, первая, это всем известная передача «Кто хочет стать миллионером?» да, и обратите внимание, вот здесь два раза аж они эту фразу пишут на своей иконке, логотипе, да, who wants to be, да, a millionaire, то есть здесь у нас с вами who wants, вот это вопрос к подлежащему в present simple, да, кто хочет быть миллионером, я хочу, и я хочу, да, и она хочет, мы хотим, вот у нас с вами вопрос к подлежащему, и еще тоже решила вам посоветовать, да, чтобы, ну, в целом все вам хочу рассказать и поделиться, такая есть интересная книжка «Who moved my cheese?», и если вы видите, ну, наверное, не очень хорошо, короче, книжка про то, как справиться с какими-то изменениями на работе и в жизни, то есть когда происходят какие-то dramatic changes, да, как с этим справиться, и вот эта книжка очень интересная, то есть cheese – это все, то, что вот вам очень нравилось, кто же доставляет какие-то радости, и автор спрашивает, да, «Who moved my cheese?», кто забрал мой сыр, да, мой лакомый кусочек, и что мне теперь с этим делать? Тоже это вопрос к подлежащему в past simple, да, «Who moved?» – ставим «who», и сразу же ставим глагол во второй форме. Итак, ну, и еще давайте с вами тоже два вопроса потренируемся, составим, да, первый очень смешной, in my opinion, to me, it is hilarious, чувак у нас с вами постит фотку, да, и спрашивает, кто свалил, да, все, ну, вот этот мой горшочек с луком, да, «to knock over», «knock» – это у нас с вами как бы сбивать, да, «over через», ну, то есть что все упало на пол, высыпалось, да, то есть как бы, вот, «кто свалил на пол мой лук», да, вот такой вопрос, это у нас с вами что? Вопрос к подлежащему, да, потому что, ну, ответ – это код, код это сделал, да, и для того, чтобы задать вопрос, какие у вас варианты, «who knocks?» Почему в настоящее время? Смотрите, если вы поставите «who knocks over my onions», то получится, что кто-то регулярно сталкивает этот несчастный лук с подоконника, да, а здесь что? Здесь вот, посмотрите, картинка, да, везде земля валяется, то есть, «who knocked over my onions», да, да, то есть в «past simple», либо можно спросить в «present perfect», да, «who has knocked», да, это тоже будет работать, потому что что? Потому что «present perfect» – это как раз-таки связь с настоящим, да, ну, например, что, вот упала вот эта грядка с луком, да, упала эта грядка с луком, и сейчас все валяется, мне нужно убираться, эту землю вообще фиг знает, как подметать, убирать, кот в ужасе прячется под диваном, да, вон, ну, вы видите, какое у него там состояние, «present perfect» тоже можно, то есть, либо «who knocked over my onions», либо «who has knocked over my onions», ну, и еще один мем про еду, куда же без него, «who dumped my onion pot on the floor», Мария окей, но тут немножко «dump» не используется с предлогом «on», да, тут немножко в сочетании, как бы, не очень хорошо получилось, но вопрос задан правильно грамматически, итак, и давайте с вами еще один вопросик, да, «say, coming home and seeing that somebody ate the food you've been thinking about all day», «say, когда ты приходишь домой и видишь, что кто-то съел еду, о которой ты мечтал весь день», да, ну, и давайте с вами тоже зададим вопрос, как в нашей этой сказке «Маш 3 медведя», кто съел мою еду, да, кто съел мою кашу, кто лежал в моей кровати, «say, что мы с вами сделаем?» Это тоже вопрос к подлежащему, да, ага, ну, и тоже здесь есть два варианта, «who ate my food», либо тоже можно в «present perfect», да, либо мы можем с вами спросить «who has eaten my food». Да, не забывайте, что «who» – это «he, she is», да, грамматически, поэтому «has», «who has eaten my food». All right, all right, thank you guys for your answers. Мы с вами переходим к другому типу вопросов, это alternative questions, альтернативные вопросы, ну, что такое альтернатива, это выбор, соответственно, альтернативные вопросы, когда мы даем два варианта через или, через союз о, да, и здесь очень просто, вы можете вставлять о вообще куда угодно, в зависимости от того, что вам нужно узнать, что вам нужно спросить, ну, например, «are you coming or not?» Ты идешь или нет?» Да, то есть все работает точно так же, как в русском. Второй вопрос, «would you like broccoli or spinach?» «Хочешь брокколи или шпинат?» Ну, точно так же, как в русском. Следующий вопрос, «is he leaving for Glasgow on Friday or on Saturday?» «Он уезжает в Глазгою в пятницу или в субботу?» Да, все абсолютно точно так же. Дальше, в следующий вопрос, обратите внимание, что здесь мы «о» вставили прям в подлежащее, смотрите, «did she or all of them agree?» То есть, «она согласилась» или «все они согласились?» Например, вы узнали, что кто-то сплетничает о вас за вашей спиной, вот, и ваша подружка там, например, какая-нибудь такая крыса была вовлечена во все это ужасное действие, и вы говорите, «она согласилась» или «они все согласились?» «did she or all of them agree?» Вот у нас с вами alternative question. Яп-яп, да, запись останется, но последнее у нас с вами «are you crying or laughing?» «Ты плачешь или смеешься?» «are you crying or laughing?» Тоже очень частый, как мне кажется, вопрос. Давайте с вами дополним разделительные вопросы, сэй, вот здесь такие интересные штучки, сэй, ну и да, про грамматику, да, давайте вернемся, я чего-то, это, так, секундочку, да, мы с вами немножко, где потерялся слайд? Так, ладно, пока что на это не смотрим, где у нас с вами разделительные вопросы, куда-то пропали, ну ладно, мы с ними с вами еще разберемся, сэй, рот, да, пока что я еще не рассказывала про разделительные вопросы, да, поэтому пока что еще рано, сэй, дальше у нас с вами вопросы с модальными глаголами, да, questions with models, что здесь, в вопросах с модальными глаголами мы не используем вспомогательные глаголы, да, мы просто на первое место выносим сам модальный глагол, да, ну например, should I stay, да, мне остаться, чуть наш модальный глагол для вопроса мы вынесли на первое место, дальше, could you repeat the sentence once again, можете, пожалуйста, повторить это предложение еще раз, да, could наш модальный глагол, вынесли его на первое место, may I visit you tomorrow, я могу вас навесить завтра, may наш модальный глагол, вынесли на первое место, дальше, can you stand on your head for more than a minute, ты можешь стоять на голове дольше, чем минуту, тоже can, вынесли на первое место, ну и последнее, will you pass the salt, please, да, не передашь ли ты мне соль, вот, это уже, ну, на русский переводится как вот, ну, чуть-чуть по-другому, да, но в английском мы тоже, опять-таки, will, наш модальный глагол, вносим на первое место, will you pass the salt, please, да, обратите внимание, здесь will, это не про будущее время, здесь will, это про вежливую просьбу, да, это модальный глагол, он выражает именно просьбу, вот, так, в таких вопросах можно, ой, использовать, вроде не поняла, про какие-то вопросы, про вопросы с модальными, или про что-то другое, ну, и вот смотрите, да, тоже здесь пример, очень забавный, say, meet my work best seat two minutes after arriving at work, это я говорю своей подружке с работы, да, через две минуты после того, как мы пришли на работу, should we just quit, да, да, просто уйдем, да, вот такая вот, такая трудоспособность, такая продуктивность на работе, should, модальный глагол, вынесли его на первое место, дальше, смотрите, вот здесь уже такие интересные вопросы, да, про которые в школе обычно мы не говорим, и первый у нас с вами тип, это риторические вопросы, как и в русском, это вопросы, на которые не ожидается ответа, ну, смотрите, например, мы с вами говорим следующее, do you know what time it is, да, ты знаешь вообще какой час, это что, это когда, например, не знаю, кто-то позвонил в 5 утра, и такой, блин, пойдем погуляем, и вы ему говорите, do you know what time it is, да, ты знаешь вообще который час, вот он риторический вопрос в английском, да, дальше, ситуация милая, когда что, собачка вокруг вас какая-нибудь бегает, ваш питомец, замечательный дружочек, и вы ему говорите, who is a cutie pie, who is a good boy, да, кто хорошая девочка, кто хороший мальчик, вот они тоже риторические вопросы, ну, строятся они как обычные, да, who is a good boy, are you a good boy, да, ты хороший мальчик, вот у нас с вами это все точно так же работает, дальше, I can't find my coat, я не могу найти свое пальто, what's this than, это у нас с вами тоже риторический вопрос, да, что происходит в этой ситуации, не могу найти пальто, а вот это тогда что, да, what is this than, а вот это тогда что, да, то есть я держу это пальто, говорю, а вот это что, извини меня, это твое пальто, да, никакого ответа дальше не последует, вот они риторические вопросы, да, ну и собачка из предыдущего примера тоже вряд ли ответит, и также в риторических вопросах часто подразумевается отрицательный ответ, ну, например, когда мы заходим, да, и говорим, не знаю, кому-то знакомому, который занял у нас 30 тысяч, и потом ушел в закат, да, мы говорим ему, where's my money, да, где мои деньги, это то же самое, что you haven't paid me back, да, ты мне не вернул деньги, то есть здесь тоже нет никакого ответа, да, это скорее претензия, или, are you going to let them do this to us, да, тоже в каком-нибудь фильме, и что, мы позволим им вот так с нами поступить, да, риторический вопрос, то есть я что подразумеваю, что, we shouldn't let them do this to us, да, мы не должны им позволить вот это с нами сделать, да, то есть вот оно как бы подразумевается, отрицание в этом риторическом вопросе, или, например, не знаю, ваша подружка внезапно, внезапно муж, жена, неважно, решили испечь пирог, например, да, в 2 часа ночи, вот такое вот желание внезапное, и вам говорят, ну, ты иди, купи там яблок, например, да, молока для шарлотки, там чего-нибудь еще, и вы смотрите, да, на этого человека, ему говорите, how do you expect me to find milk at midnight, да, where am I going to find a shop open, да, как ты вообще думаешь мне найти молоко в полночь, да, где я буду искать магазин, который все еще работает, да, where am I going to find a shop open, тоже, да, что подразумевается, подразумевается отрицание, да, что I won't find milk at midnight, я не найду, да, молоко в полночь, I won't find a shop open, я не найду магазин, который все еще работает, это у нас с вами риторические вопросы, дальше хочу научить вас агрессировать, с помощью вопросов, why should I, или how should I, смотрите, как это работает, с помощью вот этих двух вопросов, мы агрессируем в ответ на чью-то просьбу, на чье-то предложение, или когда нас, ну, нам кто-то дает какую-то команду, заставляет нас что-то сделать, ну, например, вам кто-то рассказывает про девочку, там, которая вам не очень нравится, да, и вам говорят, да, она вот ходит очень грустно, и вы говорите, why should I care, да, а мне-то что, типа, а почему меня вообще это должно волновать, да, дальше, could your wife help us in the office tomorrow, твоя жена может помочь нам в офисе завтра, и муж, да, отвечает, why should she, да, с чего бы это ей вам помогать, she doesn't work for you, она вообще здесь не работает, да, или последний диалог у нас с вами с мамой, да, where are my socks, mom, где мои носки, how should I know, да, мама уже очень разрушена, и говорит, мне откуда знать, да, я так, а как могу знать, где твои носки, вот это у нас с вами why should I, или how should I, ну, или вот здесь у нас с вами было why should she, да, с чего бы ей вообще здесь работать, если она здесь не трудоустроена, вот так вот можете теперь агрессировать по-английски, мне кажется, что это ценный навык, вот, и еще хочу рассказать вам про echo questions, это вопросы эха, и вот эти вопросы самые интересные, эти вопросы как раз-таки и игнорируются школьными учителями, которые нам говорят, что в английском всегда должен быть вопросительный порядок слов, в разговорной речи, в неформальном английском допускаются вот такие вопросы эха, когда мы переспрашиваем, когда мы удивлены или шокированы, и при этом порядок слов будет как в утвердительном предложении, ну, например, вы не виделись с какой-то подружкой год, да, собрались, что-то там заказали, роллы, суши, и она тут вам показывает, опа, у нее кольцо на пальце, да, и она такая, I'm getting married, я выхожу замуж, и вы такие, you're getting married, ты выходишь замуж, да, то есть обратить внимание, чисто про интонацию, I'm getting married, you're getting married, да, я не меняю порядок слов, порядок слов остался таким же, как в утверждении. Дальше, тоже пример, mom, I've broken the laptop, мам, я кажется, ну, мам, я сломала ноутбук, и мама такая, you've broken the what, что ты сломала, да, вот в фильмах, в сериалах это постоянно можно слышать, да, you've broken the what, что ты сломала, да, то есть я в шоке, мы там купили тебе последний мак, например, на прошлой неделе, да, и, конечно, I'm shocked, еще один пример, Annie put the hamster into the pot, Annie положила, запихала хомяка в кастрюлю, да, и тоже, например, мама, ну, или кто-то еще реагирует, Annie did what to the hamster, что Annie сделала с хомяком, да, обратите внимание, порядок слов не меняется, да, он как утверждение, и вот подлежащее, вот сказуемое, здесь тоже, Annie подлежащее, вот сказуемое, да, Annie did what to the hamster, в разговорной речи это очень-очень распространено, ну, и еще парочка примеров, давайте посмотрим, он пригласил 200 людей на вечеринку, и, например, другой человек, у которого дома, да, этот тусо проходит, он такой, сколько-сколько, да, he's invited how many, да, опять, остается порядок слов, как утверждений, да, he has invited, подлежащее сказуемое, ну, и последнее, мы поедем в Стамбул на месяц, you're going where, куда вы там поедете, да, то есть, например, ну, условно говоря, там вы живете, не знаю, в Саранске в каком-нибудь, и тут ваш друг, который всю жизнь тоже жил в Саранске, да, который никуда вообще не выезжал, ничего, говорит, всем пока, я в Турцию на месяц, да, и вы ему говорите, куда ты собрался, да, you're going where, вот это вопрос, да, то есть мы не меняем ничего, это все еще утверждение, но за счет rising in nation, за счет восходящей интонации, это утверждение становится вопросом, так, секундочку, здесь мы с вами чуть-чуть, видите, у меня перепуталось, перепуталось, у меня, перепутался порядок, с этим я надеюсь, что понятно, и теперь вот мы дошли с вами до разделительных вопросов, да, с этим, разделительные вопросы, или по-английски, они еще называются tag questions, они переводятся с помощью хвостика, да, не так ли, ну, например, она тебе нравится, не так ли, или там, она тебе нравится давить, вот это будет разделительный вопрос, как мы с ним работаем, мы с вами, здесь всегда есть такой баланс, плюс-минус, либо минус-плюс, сейчас покажу вам, что это такое, как это работает, ну, например, мы спрашиваем следующее, ты же пьешь чай с сахаром, не так ли, you take sugar in tea, don't she, вот здесь мы с вами утверждение говорим, да, you take sugar, то есть ты кладешь сахар в чай, да, здесь плюс, это означает, что в хвостике должно быть отрицание, don't you, да, то есть раз здесь плюс, значит здесь будет минус, если бы мы наоборот построили, да, то есть you don't take sugar in tea, do you, да, то есть если бы здесь был минус, то здесь бы был плюс, ну, и откуда берется вот этот вспомогательный глагол, он берется из этого предложения, да, то есть это present simple, да, you take sugar, значит для вопросов present simple мы что будем использовать, мы будем использовать do, does, да, здесь you, поэтому do, и нам нужно сделать отрицание, значит don't you, дальше, the film wasn't very good, was it, фильм был не очень хороший, не так ли, здесь мы с вами выбрали минус, да, поставили wasn't, значит здесь должен быть плюс, и здесь у нас с вами будет что, was it, да, was it, здесь тоже вспомогательный глагол, ну, вот здесь он более явный, да, здесь его лучше видно, вот оно wasn't, значит здесь будет was, ну, и последнее, you're the new secretary, aren't you, вы новый секретарь, не так ли, здесь у нас с вами вот оно, you are, это плюсик, значит здесь будет минус, aren't you, да, мы повторили тот же самый вспомогательный глагол, ну, и с различными модальными глаголами все работает так же, да, например, София can't speak French, can't she, София умеет говорить по-французски, не так ли, тоже берем вот этот модальный глагол, так как здесь плюс, значит здесь минус, can't she, не так ли, дальше, you wouldn't like a puppy, would you, ты бы не хотел завести собаку, не так ли, вот у нас с вами модальный глагол, wouldn't, здесь минус, значит здесь будет плюс, would you, да, дальше, you like oysters, don't she, тоже здесь у нас с вами что, здесь у нас с вами плюсик, да, значит в вопросе будет отрицание, это тоже вопрос в present simple, значит вопрос мы с вами образуем как, с помощью do, does, здесь you, значит будет do, и так как нам нужен с вами, так как нам с вами нужно отрицание, то будет у нас с вами don't, да, you like oysters, don't she, тебе нравятся устрицы, не так ли, ну и последнее, he didn't speak to Luke, did he, он не говорил с Люком, не так ли, здесь у нас с вами, так давайте здесь проставим, здесь у нас с вами минус, значит здесь будет плюс, he didn't speak to Luke, did he, здесь, ну и вот видно, да, сразу же вспомогательный глагол, это у нас с вами did, и так, и еще я вам хотела рассказать тоже такую приколюху, можете посмотреть в кино, там если вы смотрите и так далее, это тоже постоянно, прям слышно, это постоянно делают носители, это интонация, смотрите, если мы действительно задаем вопрос, то интонация будет восходящей, ну например, мы с вами коллеги, встретились в лифте, да, я вам говорю, сегодня же совещание в 4 часа, не так ли, и я действительно не знаю, во сколько совещание, да, я действительно забыла, да, или там, не знаю, что-то у меня сегодня весь день наперекосяк, я могу перепутать, в общем, я действительно хочу услышать ваш ответ, и в этом случае я буду говорить, the meeting is at 4 o'clock, isn't it, isn't it, да, то есть чувствуете мой голос, он такой вверху, пошел наверх, да, the meeting is at 4 o'clock, isn't it, isn't it, это означает, что я действительно спрашиваю, да, а вот если мы на самом деле не задаем вопрос, то интонация будет нисходящей, например, мы с вами гуляем по парку, поют птички, все расцветает, деревья вообще, просто благодать, я говорю, хорош сегодня денек, не так ли, и как бы здесь я уже не жду, да, вашего ответа, да, сегодня хороший денек, или нет, сегодня кошмарный денек, это больше я выражаю свое восхищение, да, это больше как бы восклицание, и в этом случае интонация будет уже нисходящей, it's a beautiful day, isn't it, it's a beautiful day, isn't it, да, то есть смотрите, в первом у меня было, isn't it, да, то есть я пошла наверх, the meeting is at 4 o'clock, isn't it, да, во втором случае я просто говорю, it's a beautiful day, isn't it, чувствуете разницу, если да, то поставьте какой-нибудь плюсик, шрексик, будет здорово, вот, поэтому по интонации можно хорошо разделять, да, отличать друг от друга, действительно вопросы, и какие-то восклицания, да, как там хорошо на природе, какой сегодня прекрасный денек, и все остальное, да, например, she's a lovely lady, isn't she, да, тоже вот это, смотрите, что я сейчас сказала, she's a lovely lady, isn't she, такая она замечательная леди, да, то есть это тоже у нас с вами не настоящий вопрос, да, я просто выражаю свое восхищение, что вот она такая грациозная, элегантная и так далее, и тоже еще раз, да, послушайте мой тон, she's a lovely lady, isn't she, да, she's a lovely lady, isn't she, никакого вверх не идет, а вот если бы я хотела узнать у вас мнение насчет этой дамы, да, то есть действительно поинтересоваться, я бы сказала, she's a lovely lady, isn't she, да, я вот здесь уже заинтересована, и действительно хочу услышать ваш ответ, так, давайте я сейчас вот так сделаю, чтобы, чтобы все это снова не листать, чтобы вас не путать, just a sec, вот погрузимся с вами немножко в темноту, и сделаем небольшое упражнение, да, которое почему-то у меня не туда немножко залезло, say, да, вот теперь уже можно проразить длительный вопрос, давайте с вами попрактикуемся, и уже будем заканчивать, say, I think he's married, я думаю, что он женат, не так ли? say, what is the tag gonna be here? Какое здесь будет окончание у нас с вами? I think he's married, я думаю, что он женат, не так ли? Можете сразу же написать, all right, Kate, почему получилось isn't it, у нас же he is married, да, про него идет речь, поэтому здесь будет isn't he, кстати, обратите внимание, что чаще всего, да, мы говорим именно, используем именно сокращенную форму, да, isn't he, I'm sorry, используем сокращенную форму, но если вы будете использовать tag questions, разделительные вопросы, где-то в очень формальной какой-то ситуации, то можно прям писать полностью, вот как это Родя, по-моему, сделал, да, то есть is not he, вот раздельно все это пишут в формальных каких-то случаях, чаще всего говорят просто, I think he's married, isn't he, all right, so number next, I don't think it will rain, я не думаю, что пойдет дождь, не так ли? Ну, то есть, как бы, я не думаю, что пойдет дождь, а ты как думаешь, да, вот так это будет переводиться на русский, более корректно, более красиво, не забываем, да, вот здесь у нас с вами плюс, значит здесь минус, а здесь у нас с вами что? Здесь у нас с вами плюс, it will rain, значит что? Значит, в хвостике в конце должно быть что? I don't think it will rain, Oh, I'm sorry, так, ребят, я вас запутала, смотрите, сама запуталась, и вас сейчас путаю, смотрите, вот здесь какая ситуация, я почему сюда и поместила это предложение, чтобы вам это показать, и сама что-то затупила, sorry, смотрите, вот здесь у нас с вами, казалось бы, да, плюс, как я вам вначале сказала, значит здесь должно быть тогда won't it, да, по такой логике, но здесь же у нас с вами в начале отрицание, да, я не думаю, что пойдет дождь, значит это как в математике, да, то есть как бы минус и плюс, да, это все становится одним большим минусом, да, 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 Варя абсолютно верно, я просто, короче не увидела вот это I don't think, да, его просмотрела, да, так как здесь I don't think, то это все автоматически становится одним большим отрицанием, да, давайте с вами вот это уберем, то есть так как здесь есть я не думаю, что пойдет дождь, да, то все вот это становится отрицанием, значит здесь у нас с вами что? will it, I don't think it will rain, will it, all right, итак, с этим все разобрались, I beg your pardon, извиняюсь, что вас чуть-чуть запутало, вот, немножко устало к концу, это понятно, is it clear, что здесь у нас с вами да, will, но в начале don't think, я не думаю, поэтому в конце, да, в хвостике у нас с вами будет will it, да, уже в утвердительной как бы своей форме, с плюсиком, ага, хорошо, so, number next, your mother is at home, is she, isn't she, ага, ну смотрите, здесь уже никаких сомнений нет, да, здесь у нас с вами плюсик, да, твоя мама дома, значит здесь будет отрицание, да, isn't she, isn't she, your mother is at home, isn't she, да, да, хорошо, следующее, I'm the best, я лучшая, не так ли? I'm the best, I'm the best, I'm the best, don't I, Варь, если вот ты сюда хочешь don't I, а откуда ты взяла do, откуда ты взяла do, здесь какой вспомогательный глагол, здесь вспомогательный глагол am, да, то есть to be, I'm the best, yep, Родь, смотри, is, это для he, she, it, да, то есть вот здесь вообще по логике должно быть как бы am not I, да, am not I, но такой формы не существует, согласитесь, она звучит очень странно и коряво, и в tag questions, только в разделительных вопросах, когда у нас с вами подлежащее I, мы будем задавать, мы будем в конце ставить aren't, сейчас я вам напишу, чтобы вас не путать, aren't I, да, то есть у нас нет, у нас нет, мы не говорим am not, да, am not, это очень странно, согласитесь, поэтому мы говорим I'm the best, aren't I, вот именно в этой грамматической структуре, да, именно в разделительных вопросах с I, мы будем использовать aren't, aren't I, и, ребят, да, родя, родя, если вы поняли свои ошибки, тоже, пожалуйста, плюсик в чат, чтобы я знала, что все хорошо и не переживала, вот, да, родя, еще раз, isn't не подходит, потому что is it a he, she, it, варя, don't, да, здесь нет, нет смыслового глагола, да, если бы он был, то было бы do, но здесь у нас с вами to be, значит, с to be и работаем, ну и последнее, there is something wrong, что-то не так, да, даже, как бы, что-то не так, не так ли, здесь у нас с вами разделительный вопрос, конструкции there is, да, there is something wrong, ну и здесь я думаю, что вы догадаетесь, как нужно с этой конструкцией отработать, ничего особо сложного нет, there is something wrong, так, здесь у нас с вами идет плюсик, значит, здесь минус, да, there is something wrong, isn't there, абсолютно верно, ну, в общем-то, вот и все, that's it for today, мы с вами разобрались со всеми группами главными вопросов в английском, вот, надеюсь, что для вас сегодня было что-то новое, что-то полезное, вот, что вы сегодня для себя вынесли, возможно, та часть про риторические вопросы и про вопросы эха, да, которые на самом деле полностью соответствуют вот этим интонационным вопросам в русском, да, когда мы говорим, ты не пошел в школу, да, остается порядок слов, как в утвердительном предложении, вот теперь я надеюсь, что вы знаете, что в английском это тоже возможно, но только в разговорной речи, да, только в устной разговорной неформальной речи, вот, супер чудесно, сейчас покажу вам последнюю картинку, тоже на чуть-чуть погружу вас в Endless Void, бесконечную черную пустоту, и вот такую вот картинку покажу, желаю вам сегодня в конце веба находить что-то хорошее в каждом, в каждом денечке, даже когда как будто бы нет сил, ни на что хорошее, старайтесь это делать, вот, заботьтесь о себе, изучайте английский, и спасибо вам тоже большое за участие, было очень приятно, надеюсь, что мы с вами скоро увидимся, вот, приходите на курсы, если вы у меня никогда не занимались, если занимаетесь как родят, то что, то идем дальше, учите английский, все, see ya, thanks again, and have a lovely, have a lovely evening, всем хорошего вечера, bye-bye, guys, see ya.